Хей, всем привет, путники интернета, с вами Никесом Баракат, и я продолжаю играть в игру под названием Love Money Rock'n'Roll, то есть любовь, деньги и рок'н'ролл, и сейчас я нахожусь на хуевом этаже, высоком, причём, смотрите, этаж вдалеке, этажи вдалеке и то больше, этажей, точнее, вдалеке и то больше, мне кажется, чем у этого здания, нихрена себе, ну ладно. Итак, в предыдущей серии мы пришли в КБЕши Корпорейшн узнать, где отец Кагома, но в итоге меня только взяли на допрос, да, сейчас будет допросик, посмотрите, кстати, на вид, как вам? Блин, прикольно сделано, серьёзно, то есть не зря мы ждали, мне кажется, 6 лет, или сколько там, ну, в общем, сойдёт, даже очень прикольно, вот за это реально, я говорю ещё раз за музыку, валю, и за рисунки, тем более. На кресле автостанавливаются двери открылись, и мы оказались в просторном помещении с панорам-видом на Токио, у окна спиной ко мне стоит, да нихуя он спиной не стоит, он сейчас стоит пузом ко мне, к вам точнее, у окна спиной ко мне стоял соличок в кимоно, наверное, Кабояши Джун, где-то или, похоже, он не заметил нас, и был занят лишь созерцанием колода, раскинувшись далеко внизу, действительно не заметил, или просто не посчитал нас достоином своего внимания, но он вызвал. Насколько я знаю, он создал свой империю с нуля, интересно, мог бы он, будучи мальчишкой, представить, что через много лет будет вот так и обозревать своё владение с высоты в сотню этажей. Блин, вот интересно, как вот так вот, бизнес это вообще жёсткое дело, мне кажется, я вообще, если честно, бизнесменом был никогда бы и не был, у меня мозги не такие. Сотни метров, километров, миллионы долларов, миллиарды иен, теперь его отделяет от простых людей пропасть, которая когда-то отделяла обычного японского земледельца от богов. На самом деле, я не знаю никакой легенда, но звучит очень странно, честно, я не говорю, что очень странно, ну, прям очень, но он... На первый взгляд странно звучит, ну, хз, может, действительно, какая-то легенда есть это? Но почему именно я? Чем я заслужу такую честь? Кабо-Яши-Доно! Кабо-Яши-Доно! Вот так вот лучше. Доно, японский именной суффикс на наук обращения ваше благородие. Кабо-Яши-Доно! Кабо-Яши-Доно! Вот так вот. Кагимару низко поклонился. Мышь идти. Старичок медленно повернулся и без интереса окинул мне взгляд. Кагимару тем временем скрылся за дверью. Хм, тебя зовут Николай? Да, Кабо-Яши-Са... Само. Он проигнорирует мое замешательство, и мне самому стало противно от этой нерешительности. Может, передо мной всемогущий Кабо-Яши-Доно, для меня он обычный старик-детельный на худой конец. Ага, прикиньте, он до Путина так увидел бы. Вот, я не знаю, передо мной стоит обычный чувак в пиджаке, как обычно по телевизору показывают, да, и с галстуком. Я постараюсь успокоиться. Твой отец успешно трудился на благо нашей компании. Залил? Лично? Нет. Но я ценю вклад каждого сотрудника в общее дело. Ага, ага. Пустые слова, не более того. Ещё один способ заставить человека работать на износ. Я с этим, вот, кстати, соглашусь, если я был бы на его месте, ну, на месте Николая, я бы точно так же подумал бы, ну, вот, серьёзно. Где, как известно, куда лучше мы тебя, так чем деньги. Он подошёл к столу и тяжело опустился в кресло, жестом приглашая меня сесть напротив. Почему я здесь? Мне с того известно, что с особого Мога-сан приключилась неприятность. Неприятность? Теперь это так называется? И поскольку вы пришли вместе, мне оказалось... Мне показалось, что будет куда проще всё объяснить тебе одному. Как будто я догадался он о несколько своём характере Кагому. Может, он и знает. Я слушаю. А что ещё осталось сделать? Ты, может быть, знаешь, что Акира-сан раньше работал в нашей компании, но потом был уволен. Я кернул. Прикольно... А, блин, не, я хотел бы, чтобы, наверное, было движение камеры, но хрен с этим. Наверное, не, этого не нужно. Так вот, дело в том, что он забыл собрать с иной информацией, которая ему не принадлежит. Мы желаем вернуть нашу собственность, поэтому нам пришлось пригласить Акиру-сана для частной беседы. Неприятность, частная беседа, от количества эфеминизмов мне уже становится не по себе. Но не волнуйся, его Мура-сан, как и её дедушка, никоим образом не причастны к этому присторонному инциденту. Что ты намекаешь, чувак? Ну, вы его отпустите, когда он всё вернёт? Лобка спросила я. Конечно, можешь не сомневаться. На лице, когда шансы на появилось некое подобие лобки. Сука, старик, ну... А если я не смог закончить вопрос? Казалось, он играет со мной, как тигр со своей добычей. Убаюкивает спокойствие, на вежливо всё потом гас и разорвёт на куски. Теперь ты понимаешь, как важно никому не говорить об этом? Да, конечно. Ещё более важно проследить, чтобы Мура-сан явался подобающим образом и спокойно дожидался возвращения отца. Да, я понимаю. Его бесстрастно рисуя как другого ускупали куда больше потаённой агрессии, как и Мау. Таких праворезов тысяч, моего хозяина у них один. Конечно, понимаешь, мой мальчик. А, подождите, он не так говорил, я не так, если честно, всё это, как бы сказать, озвучил. Сейчас, ещё раз, извиняюсь, ещё раз. Конечно, понимаешь, мой мальчик, в этот раз по большому цену по-настоящему улыбнулся. Ты, кажется, учишься в этой школе с моей внучкой, Элизабет. Элизабет? В другую ситуацию мне показалось бы это забавным. Да. Вы знакомы? Ну, не то, чтобы знакомы встречались. Хм, ну и славно. В каком смысле он ещё на... А, ладно. Он же сказал, но мы незнакомы. Я хотел сказать, в каком он смысле это понял. Ну и славно. Славно? Что тут может быть славного? Надеюсь, тебя хватает на жизнь нашей страховки за кончину родителей. Страховки? Так вот откуда деньги на отцовском счёте? Я всегда смутно подозревал, что не мог. Он заработает столько, боялся себе в этом признаться. Да, конечно, благодарю. Ужестная трагедия. Никакими деньгами не разместить подобные потери. Зачем он приплёл сюда моих родителей? Ну, потому что ты здесь, чувак. Записка, звонки. Теперь ты точно уверен, что если ты делал рука Бояша как Порошенко, я президента Кобояши Джуны. Но антиполе... А, антилопия, извиняюсь. Но антилопия пытаться качать права волга бери царя зверей не лучшие решения. Единственный выход — это бегство. Я стараюсь жить дальше. Слушай, это правильно. Правильно. У вас ведь ведь всё ещё жизнь впереди. Главное — не наделать ошибок молодости. А теперь стоплали. Стоплали. Я как-то вот так вот хочу возвращаться стоплали. Вот это умирающим таким... Не, не умирающим голосом, а старческим голосом. Хочу вот так говорить-то. А кто платья из этой страны? Не бомж ли? Я удивлюсь. Он опять улыбнулся и теха позвал Кагимару. Во-во-во, музыка. Вот сейчас музыку слышу, кстати. А, и на ресепшоне её нету, кстати. Мы ехали вниз, на наеду лифтовой матьючек начал крыльно действовать мне на нервы. Я переминался с ноги на ногу. Ты понял, что тебя сказал Кабоя Шидона? Ты понял, как не понимать? Выснулся я. После общения с Атариком Кагимару не уношал мне ни малейшего страха. Пиздю, Камбалу ничего мне не сделают. Так и должно быть. Подруще своей весне мы проследим. Я попросил на него гневный взгляд. Он был почти на голову ниже меня. НИЖЕ! Я попросил на него гневный взгляд. Он был почти на голову ниже меня. И выглядел даже смешно с москалом якузы на лице и татуировками, виднейшимися из-под воротника рубашки. Ну-ка. Ну я это читал, но ещё раз. На татуировке в Японии... Почему с маленькой буквы в Японии? Ай-яй-яй-яй-яй. На татуировке в Японии наложено жёсткое табу. Как со стороны общества, так со стороны правительства. В основном из-за популярности тату японских криминальных элементов. Можно я тоже такую прическу сделать и ходить, как якуза, только у меня не азиатская внешность. Ну ладно. Я бороду отращиваю. Лифт приехал на первый этаж, двери открылись, и я увидел, как Гома сидящий на том же месте, где я её оставил. Стоит ли я рассказывать про то, о чём мы говорили с Кабояши Саном? Я сделал выбор, который я раньше делал. Я просто боялся, что это может оказаться правдой. Для Кабоумы семья это самое главное. Как она переживёт то, что её отец шпион, по сути, бог. Ведь я не знаю его истинных мотивов. А дальше, если окажется, что он не виновен, и дело совсем другого, что с того? Ну, если окажется, что он не виновен... Не знаю, но подождите. Ну тебе сказали, типа он украл информацию. Может, его обвинили? Ну, КЗ, ну да. Как мы сможем ему помочь? В полицию обращаться бесполезно. Однако мне совершенно не хотелось выгонять это искренне, пусть и несколько прямолинейной девочки. А если бы от меня в своё время утаили судьбу родителей? Иди давай. Климорг легонько потопнул меня в спину. Пошёл нахуй от меня. А, и женщина появилась, а когда она появилась? Мы шо и сейчас её не видели. Я до боли сжал кулаки, но вышел из лифта, не оборачиваясь. Представил принять решение. Решение важное не только для меня, но и для Кагомы. Тем временем она стала и быстро подошла мне навстречу. Ну вот и я. Голос мой звучал совсем не так приветливого, как мне хотелось бы. Аж думал, не вернёшься. Сахатично выплеснув руками Кагома. Куда же я денусь? Ну и как прошло, рассказывай. Я так толку мне решила, что делать. Не стоит же молчать. Знаете, а я... Думаю на плохую концовку сначала выйти. Как бы это странно ни звучало, я хочу на плохую концовку выйти. Ой, блядь. Шо я нажал? Шо я нажал? Ай, у меня панелька ноутбука. Ладно. Я расскажу по правду вас. Ты лучше присядь. И всё-таки Кагома заслуживает узнать правду. Зачем? Возмутилась она, она всё же села. Я встречалась, как я боялся с Джуном. Кагома удивилась, тут же отвела... Хм, на её нему... Ой, блин, подождите. Кагома удивилась, я тут же ответил на её нему мой вопрос. Да, с тем самым. И он сказал, как бы это помягче. Ты только не волнуйся. Он сказал, что твой отец украл некую секретную информацию. Ты ему поверил? Холодно спросила она. Ты ему поверил? Какая качество, поверил я или нет, я не знаю всей ситуации. Значит, поверь мне, мой отец никогда так не поступил. До него работа была смыслом жизни. Так все аргументы, если честно. Ну вообще, если честно, да. Но тем не менее. Да почему я обвиняюсь в этом спустя полтора года? Подожди-ка, полтора года? Да, я его уволил полтора года назад. Это в апреле 86-го, да, выходит? Путь связан с человек-молблем. Тот, что... Хотя... Не, наверное... Мои родители погибли полтора года назад. Это все явно не совпадение. Так ты мне веришь? И как будто было не просто необходимо, чтобы я и поверил. Я уже даже себе не доверяю. Еще неделю назад в моей жизни было все просто и понятно. А что теперь? Давайте я хотя бы жив. Я уверен, что жив. Впрочем, как вам я никак не отрекал на двусмысленность моих слов. А что им нужно от меня? Почему сам президент Кабайша как-то раньше устроил у меня аудиенцию? Тебе не кажется, что все это странно? Пожалуй. Ну, кстати, он, наверное, тебе кое-что сказать, наверное. И сказал. Ну, все равно ладно. Пожалуй. Она нахмурилась. И что ты предполагаешь? По крайней мере, я уверен, что мы для них предсказуем определенный интерес. Значит, зачем вообще с нами разговаривать? Ну да, наверное. Она, похоже, немного успокоилась и началась принимать расследующие не только через призму эмоций. Но я не могу просто сидеть и ждать. А мне это казалось лучшим вариантом действий. Однако сказать такой напрямую, как он назначит вызвать у него приступ гнева. Ну, так мы и не будем. Что ты предполагаешь? Я об этом как-то и не подумал. И, кстати, что это за мужик такой был? Как ты, мол, Кагимару? Не знаю. Но думал, что он привык решать проблемы с помощью разговора. А тебе не кажется странным, что корпорация так тобой интересуется? Ещё как кажется, и мне тоже очень хотелось бы понять, почему. Эх, злянный, мне не разрешили пойти с тобой, я бы этому дедульке показала. Она в первый за день искренне улыбнулась. Думаешь, он бы тебе испугался, у неё вся своя такая есть. Или из нашей школы. Какой она презрительно фуркнула. Да что она может, с ней с детства носились как с писаной торбой. Наверняка даже готовить не умеет. Ну вот, я не знаю, что такое торба. Может, в знакомый сло, кстати. Ну, может, и не умеет. Уверен, что у неё есть для... Для этого есть целый штат поваров. Вдруг она в чём-то другом сильная? Например? Ну, я не знаю, в музыке. Определённо ответил. Неопределённо ответил я. Смотрю, ты с ней хорошо знаком. Да не знаком я с ней. И вообще-то к делу не имеет отношения. Почему так сразу? Если бы что-то случилось сегодня, наглядная внучка уверена, президент бы запил по-другому. Ладно, давай рассуждать конструктивно. Давай. Она вольяжно развалився на диване, закинув ногу на ногу. Как и я, кстати, сейчас. Ну, только не надевайчики, а на столе. Надо поговорить с коллегой отца. Я тебе вчера про него рассказывал. Расчёт уверен, что он знает больше, чем сказал мне. А ты не думаешь, что он часть заговора? Да прекратите-то уже. Кому мы сдали, чтобы вокруг нас плетни? Плести интриги? Да, происходит что-то странное. Мы лишь маленькая часть этого всего, не более. Просто ты не знаешь, над чем работал мой отец. Тихо сказала Кагома. И над чем же? Я не могу сказать. Зачем не доверяешь мне? Я, как и ты, уже сама себе не доверяю. Она в основном улыбнулась. Ну так расскажи, ладно. Просто я сама в этом мало что понимаю. Значит, будем разбираться вместе. Пошли. Я протянул Кагома руку. Куда? Ко мне домой. Что? Удивилась она и тоже смутилась. А нельзя позвонить из трассофона? Думаешь, я все номера наизусть помню? У меня вообще на цифру память не очень. Хорошо, только... Как же она боится и не хочет этого, ладно. Она забегла взглядом по файе, слона в поисках поддержки. Только что? Ничего, пошли уже. Сколько темнеет начнет? Все, это полтретьего. 14.30, да, выходит? Кстати, долговато, кстати, они были. Вам так не кажется? Не, я бы меньше времени дал. Немного нелогично. Все это полтретьего отметила про себя, но спорить не стала. Ты далеко живешь? Мне надо быть дома к ужину. Ну, бежал где-то около получаса или чуть больше. Потому что как вы вновь сена сделал удивленное лицо? А, бежал? Ну, а то, надо было рассчитывать время, вот бы и бежать не пришлось. Ну, знаешь что? Впрочем, вряд ли она знала. Можем поехать на метро, по времени выйдет примерно столько же. Но бегать-то я точно сегодня не намерена. Мы уже собирались выходить, как нам подошел Кагимара. Стой, вы ничего не забыли? Да вроде нет. Кабай Шидона хочет поговорить, помочь его Мориса найти ее отца. Сейчас мы поедем в полицию, и вы все расскажете следователю. Что? Это мне... Это не бросьба. Он грузом посмотрел на меня из-под логи. Мы, какого-то, переглянулись, направились за ним. Блин, я бы три точки бы не стал. Ну, ладно. Нас допрашивали, по крайней мере, несколько часов. Тщательно записали показания и отпустили. Ну, на этом все. О, блин, фон, кстати, красивый. Я, по-моему, такой, ну, как бы, вы не видели еще в моем прохождении. Кагимаро отвез нас назад к заднюю капояши, как врач, но высидел прямо у главного входа. Козел! Крикнула ему след Кагума и показала средний палец. Да тише ты, хочешь назад в отделение? И зачем вообще бы вывести этот спектакль? Мне ведь прекрасно задний мой отец. Чтобы припугнуть, я думаю, если намеков с орика нам будет недостаточно. Припугнуть чем? Ну, типа, если мы запишем, на самом деле, заявление, то что? Что-то сделать с нами? Не знаю, как-то странно. У них получилось. Какомо поеживалось. Припугнуть записывать след, блядь, не знаю. ХЗ. Чем припугнуть? За заявление писать? Ну, так все, если честно, Кумин. Никогда раньше не была в полиции. Что-то всегда бывают первые. А теперь пойдем. И так много времени потеряли. Она посмотрела на часы. Уже так поздно, и я не успею вернуться. Да ладно тебе, что важнее, ужин или твой отец? Я не могу бросить дедушку одного. У него больше никого не осталось. Меня обуял некий детективный азарт, и было просто сложно остановиться. Ну, как знаешь, не мне одному, в конце концов, это нужно. Кума, жалобно посмотрела на меня. Ты думаешь, я успею вернуться до темноты? Не знаю. Честно ответил я. Ладно, поехали. Это решение я вдруг давал себе нелегко. Наконец-то вот это все уходит. И здесь нету никого, на самом деле. От Сука Стейшн, что там написано. Ну, ладно. Вечерело. Мы ушли из метро, когда солнце уже начало скрываться за крышами окрестных домов. Рома осмотрелась уделенно, спросила. Но ведь эта станция рядом с нашей школой. Именно. Что-то не так? Ну-ка, сколько там уже идет запись? 20 минут не хрена себе. Именно. Что-то не так? И ты здесь живешь? Ну да, практически всю сознательную жизнь Японии. Понятно. А что? Да ничего, шагай уже, время не резиновое. Огрызнулась она. Ну, блядь, чувак, а что тут такого? Типа, и здесь ты живешь? Ну, живешь и живешь. Она просто не знала, что тут спрашивает-то. Ну вот и пришли. Когома внимательно оглядела в мою улицу двор и наконец-то на дом. А неплохо устраиваются. Такие хоромы. Да еще и в центре Токио. Не моя заслуга, ты же понимаешь. А что это? Меняй. Да ничего не меняет. Господи, что ты ко всему цепляешься? А кто там живет? Мне же до нас спросили, у кого бы я показала на дом химицу. Там, почему ты спрашиваешь? Когда мы шли, ты постоянно нас просмотрел в ту сторону. Слушай, а может ты ты шмелаешь за мной? Навыки-то у тебя подходящие. Надо всегда влезеть в обувь, вдруг оттуда с тобой следят при хвостни корпорации. Да никто оттуда за мной не следит, там химицу живет. Так же есть школы? Да, а теперь пойдем. Я открыл дверь ключом и быстро зашел внутрь. Когома же осталась стоять на пороге. Ну, может я здесь подожду? Да хватит уже. Просто я никогда не была... Ну, ты понимаешь. У парня дома. Твою мать! Пока кричал я сквозь зубы... А, пока кричал я сквозь зубы, отвернувшись, чтобы она не услышала. А, дайте-ка я озвучу. Пока кричал я сквозь зубы. Сейчас еще раз, пока кричал сквозь зубы. Твою мать! Пока кричал сквозь зубы, отвернувшись, чтобы она не услышала. Если бы я захотел кого-то изнасиловать, то в моём списке кандидатов была бы на последнем месте. Вот спасибо, грубо ответила Кагома. Не, я бы так бы не сказал бы. Почему бы? Это ты врёшь, чувак. Грубо ответила Кагома, оттолкнув меня, зашла в дом. Врун, вот представьте, какой врун. Тебе что-нибудь налить? Воды, чаю, виски, может быть? Но виски, если честно, у неё есть, я сразу говорю, типа, это не шутка. Тебе что-нибудь налить? Воды, чаю, виски, может быть? Воды, если можно, тихо ответила она. Я же с ним предложил ей присесть за стол. Здесь больше никого? А кто ещё? Мои родители погибли полтора года назад, я разве не говорил? Говорил. Повесла неловкая пауза. То есть мы сейчас здесь вдвоём? Как видишь. Она заметно взяказала на стуле. Но ты будешь звонить? Я поставил перед ней стакан с водой. Буду, конечно, дай хоть себе прийти немножко. Кагома поглуснела, даже не стала грозаться. Похоже, её вся эта ситуация напрягает по-настоящему. Ладно, извини. Я притащу телефон с прихожей и начал листать записную книжку. Этого человека зовут Ищеноса-сан. Я видел его пару раз, когда я был моложе, но ничего конкретного сказать не могу. Ищеноса, говоришь? Кагома задумывалась. Кажется, я уже раньше слышал эту фамилию. В принципе, неудивительно. Наши отцы же оба работали на корпорацию. А кем был твой? Он был химиком и разрабатывал альтернативные источники энергии. Интересно. Ну, мой отец был инженером. А вот кем бы работал ещё на Сосана, я даже и не знаю. Садись поближе, будешь слушать. В первом помедлилась секунду, но всё-таки подойдёт на стол приблизил ухо к трубке. Так, что мы буквально прижались за щеками, щеками друг к другу. Но телефоном с громкой связью ещё не изобрели, потерпи. Вот это вот прикольно. Он сюда поставил. На самом деле, мне нравятся такие подставки. То есть, когда в прошлом чувак говорит такие вещи. О, ещё не изобрели. Ну да. Подожди, потерпи. Виновата, оправдывался я. Подошёл, пошёл гудок. Затем второй ещё на никто не отвечал. Нарезать, на том конце провода, послушав себе испуганный женский голос. Алло? Добрый день. Вечер. Айчинос Сосан дома? Айчинос Сосан? Надрывно протянула женщина. И уже два дня нет. Вы знаете, где он? Кто это? Я ничего не ответил, лишь посмотрел на Кагома. Она приложила палец к губам и покачала головой. Алло, вы знаете, где мой муж? Верните мне мужа. Я повесил трубку. Мы сидели молча, по крайней мере, несколько минут. Блин, а вот куда он пропал, если честно? Вот интриги я люблю. Сколько тут страд? Тут игра большая будет или нет, интересно. И что теперь делать? Откуда я знаю? На этот Ичинос Сосан был твоей последней надеждой. Надеждой всегда остаётся. Очевидно, эти слова не очень обнадёжили Кагома. Ну да, я на него рассчитываю. А откуда они только узнали? Может быть, они не прорасушили его телефон? Или твой? Прослушка моего телефона принесёт не больше результатов, чем по программам Ассети. Да? Ты уверен? Search for extraterrestrial intelligence? Чё? Ну ладно. Общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций. А, понятно. Возможное выступление с ними в контакт. Опять эта херня. На Японии есть? Или это? Я красно смехнулся. Как умела, однако корпорация заметает следы. Почему же мы тогда... Что, почему же мы тогда? Что-то я не понимаю её мысли. Ну ладно. Не умерли, что ли? Чё? Не надо об этом думать. Ну, вот просто не надо. С нами всё в порядке. И так дальше будет. Интересно, кого я больше успокаиваю? Её или себя? Извини меня. Как он посмотрел прямо на неё глаза. Обычно она не на глаза смотрит, а туда. Ну, представим, если... Кстати, вот если поднести лицо право, то да. На меня. Я обычно себя так не веду. Я обычно не такая эмоциональная и, ну, вспыльчивая. Просто у меня никого нет, кроме отца и деда. Когда мама умерла, мне казалось, что жизнь кончена. Я не хочу пережить это снова. Да всё в порядке, я понимаю. Потому что не ожидал, что она будет извиняться. Мне тоже стало не по себе. В очередной раз я отметил, что Кагомо из нас двоих привойся куда тяжелее. Я помогу тебе найти отца. Спасибо. Она искренне улыбнулась. Не как он, ты дома? Ох, ё-моё, третье лишнее. Ну, ладно, не, не третье лишнее. Я хочу на её рот выйти всё же. Послушай себя с улицы голос химицу. Кагомо, вы просите, она посмотрела на меня. Ничего страшного, я быстро. Да мне уже пора. Я буквально на минуту. Она лишь слегка кинула головой. А-а-а, ну... Блин, вот говорю, печально, когда ты всё знаешь. Я убежал в прихожую и прекратил путь химицу, не позволяя пройти дальше. Никакон, ты не один? Я хочу выйти на её рот. Ну, блин, ну правда. Никакон, ты не один? А, да нет, с чего ты взяла? Я глупо засмеялся. И зачем опять я ей вру? Женские туфли. Ну, я себе купил, блин. Это Катитяна? Кэтрин? Что? Нет. Химицу проскользнула у меня под рукой, зашла на кухню, и попелся следом. Как вам ознакомься? Это Химицу. Добрый вечер. Сухо поздоровалась она. Извините, что помешала, Моро Сэмпай. Да ничего, это нам не помешало. Мы тут просто... Что? Делаем уроки? Если бы я сказал, что изученка Масута, думаю, Киевица бы поскорее поверила. Если убирать между двумя, всё-таки они... Нормальные, наверное. Оба. Но Кэт... Вот, кстати, реально, вот... Мне сейчас не хочется выбирать ни как Кэтлин и Элли. То есть это вообще дальнее, и при первом прохождении вообще не хочется. Больше у меня доминирует эта Химицу. В приоритете она. Но не Кагалман. Серьёзно, нет. Если бы я сказал, что изученка Масута, то когда будем Химицу, то бы скорее поверила. У нас совместный мне классный проект. Ого. Без денег сомнения сказала Кагалман. А, да, точно, проект. Вот как. Химица делана... Дела... Дела наулыбнулась, да. Тогда не буду мешать. Ты извини, что не предупредил. Она ничего не ответила. Холодно, максимально формально попрощаюсь с Кагомой и ушла. Подожди минутку. Ну-ка выходи. Я догнал Химицу на улице. В такой ситуации мне было бы, скорее всего, наплевать на то, что она подумает. Но сейчас только друг бы не догадался, что человек, с которым я сегодня встречался, это именно Кагомы. Ну, как бы да, на моём классе. Типа, что-то такого. Естественно, она может подумать, что мы типа улюблены, но... Ладно, окей. Был бы пацан, да. Да какое бы дело. Всё не так, как кажется. А, как кажется, не как он. Елица ничего не выражал, словно Маска Кабуки. Давайте прочитаем, что такое Маска Кабуки. Я говорю, я всё это читал, но тем не менее. Маска Кабуки. Главный атрибут театра Кабуки, который представляет собой синтез пения, музыки, танцы и драмы. За счёт застывшей безэмоциональности в масках образа персонажей театра раскрывается в жестикуляции и игре света. А она сейчас есть на самом деле, да? Вот это всё. Ну ладно. Если есть, то есть. Поздравляю. Просто я первый раз прослушу про Маска Кабуки. Ее лицо ничего не выражало, словно Маска Кабуки. Могу предположить... В любом случае, давай поговорим об этом всё. Могу предположить... В любом случае, давай поговорим обо всём завтра. Завтра у меня генеральная уборка. А, тогда в понедельник. Тогда в понедельник. Всё так же холодно, ответил Ахимит, и я спокойным шагом направился к своему дому. Нет, на самом деле, знаете что? А Доки-Доки, где рядом с Айори живёт? Ну, понимаете, Доки-то вышло в семнадцать лет. В семнадцатом начали делать... Да нет, хотя, блядь, в аниме столько всего, где вот подруга детства живёт рядом, типа... Господи, много чего такого. Так же холодно, ответил Ахимит, и я спокойным шагом направился к своему дому. А я возвращаюсь к Кагоме. Когда я вернулся, Кагоме спросила. А с какой, кстати, ты должен был её предупреждать? И действительно. Какие у вас с ней отношения? Отношения? Ну, мы с детства знакомы, видишь, живём напротив. Значит, друзья детства, ничего и более... Да, ничего более. А к чему всё-таки вопросы? Просто интересно, ведь ты... Стоп! В японском языке формальное ты звучит слишком обезличенным. У меня ведь и имя есть, Николай, я говорил. Но хватит их японских условностей, тем более, что и не я японец. Блин, у них жёстко, на самом деле, в Японии всё так принято, культуры и тому подобное. А у нас, видите, как... Я... Ну, на самом деле, вот, на мой взгляд, кое-где в моментах реально какая-то чушь чуть. Как мне кажется, у японцев. Но это культура у них. Но кое-что из них можно взять, ну, из культуры Японии можно взять и для других стран, к примеру. Как пример. Да, как пример. К примеру. Хватит этих японских условностей, тем более, что и я не японец. Хорошо, Николай. Она смешно не выговорила... Она смешно не выговорила букву L. Никола Ай. Никола Ай. Ох, нет, не надо так, можешь звать, как Химицу Никакуна. Ну уж нет, мы всё-таки не настолько близки. Ну да, пожалуй. Никасан. Никасан. Хм. И несколько смутился. Не часто вообще-то мне обращаться так уважительно. Ну пусть будет так. Но теперь мне точно пора. Она встала и ждала, когда я провожу, как диктует норма приличия. До свидания. Жаль, что им ничего не удалось сегодня выяснить. Ну почему же, мы много чего узнали про корпорацию, про Кабаяши Джона. Это хорошее начало. Не думал, что ты оптимистка. Я реалистка. Я реалистка. По-моему, это вполне адекватная оценка ситуации. Ну, может и так. До встречи тогда. Подожди. Давай я тебя хотя бы до станции провожу. Хватил все я. Не надо. Не думаю, что в центре города мне что-то угрожает. Да, действительно. Уверена. А Кабаяши? Ну ладно. Ну, а этот дед сказал, что ничего не угрожает, поэтому им доверять все равно не надо. Кабаяши Джона улыбнулась на прощение, промахала рукой и убежала. Сейчас закончится день, да? Я вернулся на кухню и сел за стол, и только тогда понял, что за день ужасно устала. В шкафу была припрятана бутылка отцовского виски. Я надел стакан и посмотрел сквозь него, и на уже почти скрывшийся за горизонтом солнца. И вам урок Кабаяши Джона, ведь не так просто, как хочешь казаться. Конечно, я был не рад учтиться о подобной ситуации, но вдвоем у меня разобраться все же будет проще, чем одному. Ну и то правда. И хорошо, что вместе со мной Кагомо, а не кто-то другой. Или как Амэя, или Кагомо. Вот как правильно читать, как вы считаете? За просмотр от каких-то бессмысленных ток-шоу по телевизору я быстро накидался и вскоре отрубился. Где ты проснешься? В своем доме или где? Ой, блять. В этом зале. В гостиной, точнее. В своей комнате. 13 сентября. Ну что, я думаю, на этом мы, наверное, закончим серию. Да, все. Вот, по-моему, интересно, почему идет дождь? Блять, сейчас этот момент пойдет. Я вот потом в следующей серии скажу. Просто удивился. Настолько очень сильно удивился. Я этому, что вообще серьезно Ритан это написал. Блин, я реально в величайшем шоке был. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Никит Сумаракайто. Всем удачи и всем пока. Любите Love Money Rock'n'Roll. И также, кто не играл, качайте Бесконечное Лето. Я уже проходил и говорю сразу, что это, ну, прикольная новелла. Я думаю, вы знаете. Но Бесконечное Лето, кстати, популярно стало. И надеюсь, что Love Money Rock'n'Roll будет не хуже Бесконечного Лето, хотя я мало в это верю.